Всем привет! Вы все знаете, что в мажордоме есть свойства и метод обновления времени в текстовом виде. Данный метод позволяет создать сценарий, что по прошествии количества времени, если нет движения или дверь открыта, то нужно что-то выполнить. Но такой способ ненадежен тем, что если произойдет пропуск этого промежутка времени, то данный сценарий не сработает. Поэтому я добавил еще одно свойство и метод обновления времени в секундах. Это не то же самое, что считаются секунды от самого устройства, и кстати оно часто срабатывает с задержкой. Для примера я собрал такой код. Если прошла одна минута и не более трех минут, то сообщить одно, если прошло четыре минуты и не более шести минут, сообщить второе, а если больше шести минут, то сообщить третье. Это не будет работать, нужно указывать строго равно количеству минут, что накладывает ограничение на логику работы и может произойти пропуск данного промежутка времени. Теперь покажу пример с обновлением времени в секундах. Тут я аналогично собрал код как и в методе обновления времени в тексте. В данном случае сценарий отработает даже, если произошел пропуск времени. Можно указывать любые временные диапазоны, все будет работать. Увидев это на примере, вы поняли о чем идет речь. Теперь покажу как это делается. Итак, откроем класс девайсы и создадим родительское свойство и метод. Также сделаем свойство метод обновления времени в секундах. Когда мы создали свойство метод обновления времени в секундах, то нам нужно найти вот этот файл и отредактировать его. Открываем файлик и здесь вставляем код, после чего сохраняем и закрываем файлик. Теперь можем для проверки поменять статус датчика на 1 и в свойстве обновления времени в секундах должны отображаться секунды. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.